Здравствуйте! Это новости Дагестана, студия Джамиля Шарипова. И вот главная тема. Называться этот человек, конечно же, будет так, как мы решим с вами, субъект Российской Федерации. Хотим старшиной, хотим, значит, ну как мы хотим, да, исходя из наших исторических традиций. В сельских поселениях вместо глав будут старшины, но без работы никто не останется. Депутаты Дагестанского парламента большинством голосов одобрили проект федерального закона об изменениях в работе органов местного самоуправления. Источник всех бед – старый трансформатор. В Левашинском районе местные жители собрались на стихийный митинг из-за постоянных отключений света. Дорога жизни. Жители высокогорного села Хушет несколько километров пешком несли больную женщину на носилках по единственной тропе, связывающей населенный пункт с цивилизацией. Сегодня почти все поля у всех под снегом, а дагестанские аграрии, в частности, Дербенские, отгружают овощи на столы российских производителей. Зимняя капуста вкуснее. Дагестан – единственный регион в стране, где собирают урожай белокочаной в холодный период. В одном из хозяйств Дербенского района уборка в разгаре. Вместо глав сельских поселений – старшины. Депутаты Народного собрания Дагестана одобрили проект федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Из 72 депутатов за проголосовали 63. Депутаты уточнили, что принятие закона не приведет к ликвидации местного самоуправления и сокращениям. Подробности первой сессии этого года у Ассель Манаповой. Ни один населенный пункт, ни одно наименование, конечно же, не исчезнет, потому что это административно-территориальные единицы. Речь идет об организации власти, муниципальной власти в этих населенных пунктах и в других административно-территориальных единицах Республики Дагестан. Так или иначе, но закон уже принят. Сельсоветы и их работники смогут сохранить свои рабочие места, но уже будут подчиняться главе района. Пострадавшим тут можно считать только главу сельсовета, а для народа ничего не изменится, считают депутаты. В замен этих упраздняемых сельских администраций в каждом поселении будет создан территориальный отдел, это территориальная структура администрации муниципального округа, введение которой будут все вопросы местного значения, все вопросы жизнеобеспечения населения на этой территории. И, конечно же, не надо будет ездить за небольшой даже услугой, за получением справки, как высказываются опасения в районный центр или еще куда-то, они все будут оказываться там же, где и сегодня оказываются. Эти территориальные отделы – это органы, которые имеют самостоятельный статус юридического лица, свой объем полномочий, свое отдельное утвержденное положение, печать с гермом, со всеми атрибутами власти. Сидеть и работать они будут в тех же зданиях, где сегодня сидят администрации поселений. Там же развивается наш флаг. То есть все остается для людей, как бы прежним. Самый старший депутат Народного собрания Магомед Подхулаев заявил, что республика даже немного запоздала с принятием такого закона. Также народный избранник пожаловался на журналистов и блогеров, которые не совсем лестно отзываются о работе республиканского парламента. Некоторые журналисты, блогеры доходят до оскорбления, унижения тела парламента, депутатов Государственной Думы. Это неприемлемо. И я в начале своего выступления хочу обратиться к прокуратуре Республики Дагестан, чтобы они анализировали высказывания отдельных личностей, которые оскорбляют человеческие достоинства наших с вами людей. На седьмой сессии Народного собрания Республики также обсуждался вопрос о внесении изменений в закон о налоге на имущество организации. Теперь в Дагестане инвесторы получат льготы в рамках специальных инвестиционных программ. Как заявил в Рио главы Минпромторга Низам Халилов, вместо 17% размера налога на прибыль организации будет установлен нулевой размер. Депутаты Енина Гласа проголосовали и за этот законопроект. Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрено обнуление федеральной части налога на прибыль организации в случае понижения ставки налога на прибыль организации, зачитаемый в бюджет субъекта Российской Федерации. Согласно статье 284 Налогового кодекса для налогоплательщика и участника СПИК законами субъекта Российской Федерации может устанавливаться пониженная налоговая ставка налога, подлежащего зачитанию бюджета субъекта Российской Федерации. Кроме того, налоговых льгот инвестор, заключивший спик с объемами инвестирования в более 3 миллиардов рублей, получит статус единственного поставщика, позволяющий государственным и муниципальным заказчикам заключать с ним договор на поставку промышленной продукции без проведения конкурсных процедур по определению поставщика. Всего на сессии были рассмотрены 9 вопросов. Изменения были внесены в области туристской и градостроительной деятельности, а также об уполномоченном по защите прав предпринимателей. Асиль Манапова, Магомед Магомедов, Новости, ННТ, Махачкала. 42 пациента госпитализированы в Хасавюрте с клиникой ОРВИ с кишечным синдромом, 38 из них дети. Об этом сообщили в Минздраве республики. Все заболевшие поступили не сразу, а в течение 15 дней, уточнили в ведомстве. Тем временем прокуратура республики организовала по данному факту проверку. Около 200 жителей Левашинского района собрались у здания районных электросетей из-за постоянных отключений электроэнергии. На дворе зима, в дома холодно, а сеть не тянет нагрузку. Собравшиеся требовали замены главного трансформатора. Глава Левашинского района пригласил их на открытый диалог в администрацию, где обсудили все вопросы возможных методов решения проблемы. Есть мнение, что напряжение падает также из-за увеличения количества майнинг-ферм. По инициативе руководства района за 2021 год было заменено более 20 подстанций. Линии же электросетей не обновляли здесь более 60 лет. Последние несколько дней существенно ощущается нехватка электроэнергии. И это напрямую связано с тем, что у нас подстанция построена в 52-х годах. И выдаваемая мощность рассчитана на 45-50 тысяч районов. Район существенно разросся, и удаленность личных подсобных хозяйств от точек подключения тоже существенная. И мы буквально где-то месяца два-три назад к нам приезжал руководство Даги Энерго, Магомед Федеевич, и мы рассматривали возможность укрепления, улучшения мощностей подачи за счет установки 16-тысячного киловаттного распределителя. Чтобы вы понимали, сейчас, например, у нас стоит 10-тысячные два, и они не справляются с напряжением потребления. И плюс ко всему разросшаяся популярность майнинговых ферм, так называемых, они потребляют львиной долю, и за каждой такой низерной отдачей, она наносит счастливый вред и частным хозяйствам, и другим объектам социального назначения. В больницу на носилках. Именно так жители села Хушет Цаумадинского района несколько часов внесли беременную женщину, у которой открылось кровотечение. Высокогорный аул на границе с Грузией связан с цивилизацией лишь узкой тропой, непригодной для движения автомобилей. В зимний период сходят снежные лавины, и дорога затягивается льдом. До больницы райцентра Агвали 10 километров, поэтому жители села обычно идут от 10 до 15 человек и несут носилки поочередно. До ближайшей дороги, куда может подъехать машина. На этот раз все обошлось. Женщину вовремя доставили в больницу. Полицейскими Хасавюрта задержаны подозреваемые в незаконном обороте сильнодействующих веществ. 45-летняя местная жительница продала уроженцу Хасавюртовского района психотропные препараты общим весом более 300 граммов. Стражами порядка подозреваемые доставлены в отдел полиции, обнаруженное изъято и направлено на экспертизу. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. А в Южном Дагестане правоохранители выявили два подпольных цеха по розливу алкоголя. Первый цех был обнаружен в Дербенте. Там было изъято 910 бутылок водки, 1020 бутылок коньяка без марок акцизного сбора, 520 литров спиртосодержащей жидкости, множество пустых стеклянных бутылок и кустарный станок, предназначенный для закупорки. В этот же день полицейские обнаружили еще один аналогичный цех в селе Джалган Дербентского района, откуда изъято более 3000 литров спиртосодержащей жидкости. По подозрению в организации деятельности двух цехов в отдел полиции был доставлен 38-летний житель Дербента. Мужчина сознался в содеянном. Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего и установить канал избыта и поставки контрафактного алкоголя. Тем временем сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека, который за сутки совершил серию краж в Каспийске. В дежурную часть полиции поступило несколько сообщений о кражах, и все они были совершены по улице Ленина. Полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель города. Он сообщил, что ночью через окно проник в магазин одежды и взял из кассы деньги. Аналогичным образом забрался в кафе неподалеку и похитил наличные из женских сумок работниц заведения. Пытаясь совершить очередную кражу в соседнем магазине, злоумышленник нечаянно разбил витрину с парфюмом, после чего спешно покинул место преступления, испугавшись, что на грохот могут сбежаться очевидцы. Общая сумма причиненного ущерба составила более 160 тысяч рублей. Вы ранее судимый? Да, нет, так. По каким статьям? По 158. За что водил полиции доставлено? За кражу. Расскажите, что за кражи? Кражи массового характера. То есть взял, зашел в три, по Ленина зашел в три магазина одновременно. И потом в другой магазин зашел, потом в ноябре украл велосипеды и все вроде. А что за магазины были вообще? Куда вы нашли? Магазины, название точно не помню. В одном продается косметика, в другом вещи и другой кафе. И который до этого, до этих трех магазинов зашел, это был магазин одежды тоже. А какие суммы вы там взяли? 8 тысяч, 4 тысячи. В одном ничего и в другом тоже ничего. Духи просто разбил, когда окно открывал. Дагестан является одним из ключевых производителей капусты в стране. К примеру, в 2020 году в республике было выращено около 700 тысяч тонн белокочаны, что составляет 26% от общего объема по Российской Федерации. В эти дни в селе Джалган Дербенского района идет сбор урожая с 20 гектаров. С ходом уборки ознакомились представители регионального минсельхоза. Необходимо отметить, что Дагестан – это единственный регион, где возделывают капусту в холодное время года. В среднем с гектара получают около 600 центнеров урожая. Капусту прямо с поля отгружают в КамАЗы, которые доставляют груз в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Она свежая, она идет прямо с поля. Она не идет с хранилища, она не идет с брутового, ничего. Вот срезали, она чистая капуста и пошел на рынок. Все, никаких проблем, чистая экологическая продукция. Здесь пестицидов, гербицидов, ничем не обрабатывали. Все поле позволяет, вытягивает капусту очень хорошо. Мы ее посадили где-то в августе месяце, начало августа, 4 августа. Красиво, удобно и элегантно. Два этажа золота и серебра, отдельная парковка для клиентов. Максимальный комфорт при выборе ювелирных изделий, карты лояльности, акции и скидки. О каком известном бренде идет речь, узнаете в материале моих коллег. За первыми подвесками для дочери, комплектами на выпускной, за обручальными кольцами для молодоженов, браслетами для бабушек и мам. Теперь можно приехать сюда, на самую оживленную улицу Яракского, 67. Магазин ювелирного дома «Тремиата» полюбился дагестанцам за то, что именно здесь можно украсить безмятежную юность, цветущую молодость и уважаемую зрелость. Ювелирный дом «Тремиата» работает только с российскими производителями. Мы поддерживаем отечественных производителей и предлагаем широчайший ассортимент ювелирных украшений. Такого разнообразия мы достигли благодаря плодотворному и долголетнему сотрудничеству с ювелирными заводами, работающими в разных категориях товара. А в список наших производителей входят самые лучшие заводы, такие как «Броневский ювелир», «Московский экспериментальный ювелирный завод», «Екатеринбургский завод Ринга», «Ювелирный завод Эстет», «Красцветмет», «Часовой завод Ника», «Бриллианты Костромы», «Аквамарин» и еще многие другие ведущие заводы. Их у нас более 40. Изумруды, сапфиры, рубины, бриллианты, белое и желтое золото, утонченные браслеты и статусные часы. Подобрать гарнитуры для себя и в подарок помогут квалифицированные менеджеры. Здесь также можно оформить доставку, нанести инициалы на изделия или подарить новую жизнь любимым украшениям, потерявшим блеск. Рассрочка без переплаты Сбербанка и других банков, доставка по Дагестану, России и странам СНГ, подарочные сертификаты от 1000 рублей и выше, полный спектр сервисного центра, лазерная гравировка, гарантийное обслуживание в течение месяца и безусловный возврат изделий в течение трех дней. Индивидуальный заказ украшений. Получить консультацию сотрудников ювелирного дома Тремиата можно ежедневно без выходных с 10 утра до 7 вечера. В ближайшее время в честь переезда магазина стартует акция для покупателей. О дате начала и ее подробностях можно узнать на странице Инстаграм Тремиата. Лориана Шемхалаева, Салман Гетехмаев, Новости ННТ, Махачкала. Тяжелоатлеты из Карабадахкенского и Хасавюртовского районов выиграли больше всех золотых медалей на первенстве республики. Соревнования в трех возрастных группах завершились накануне в Махачкале. Борьбу за награду вели более 100 спортсменов. Это юноши до 15-17 лет, а также юниоры. Для всех юношей соревнования стали генеральной репетицией перед первенством России, которая пройдет с 24 февраля по 3 марта в городе Старая Скол. Это была последняя информация в этом выпуске. Средитесь за развитием событий. Всего доброго и до свидания.